МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Полтора года". В эфире телеканала Губерния и на портале Сова.Инфо. 10 пройденных нами театральных площадок. 20 проверенных нами театральных коллективов. 35 увиденных нами и вами спектаклей. Настало время подвести итоги. И раскрыть, что же находится за главными кулисами. За кулисами программы Игра в театр. Ну, ты выдал, конечно. Тебе не кажется, что это как-то слишком, что ли? Почему слишком-то? Ну, мы полтора года в эфире. Это 18 месяцев упорной работы и слаженного труда. Или наоборот? Ну, все равно можно как-то вот менее пафосно. А почему менее пафосно-то? Ну, хорошо, ладно, давай. Как ты предлагаешь? С чего мы начнем? Как обычно, с анонса. Пошла жара. И... Да, дари, дари, дари. Издеваются, как хотят. Все будет хорошо. Ну, есть многие моменты, от которых у меня откровенно дергается глаз. Вот это мне не нравится. Вот это мне не нравится. А вот так вот ты светишь другим любимым лицом. Выяснилось, что душнило все-таки я. Ну, зачем вы меня губки? Ну, зачем? А мне нравится. Надо придумать, чтобы театр был с утра. Как утренник в детском садике. Мы никогда с тобой об этом не говорили. Ты не спрашивала. Что, у нас разговор без пиджаков, видишь? Разговор без пиджаков. Ладно, он в программу пойдет. Помнишь первый выпуск? Да, я помню первый выпуск. Первый выпуск получился очень спонтанным, так как мы длительное время не могли начать, нащупать ту самую почву. И я помню, что я просто тогда позвонила в драмтеатр, предложила, и нам сказали, друзья, приходите, мы вас ждем. Первый наш спектакль был Тортьюф, и я очень рада, что это был все-таки первый наш спектакль, и что это был драмтеатр. Ну, потому что Тортьюф хорош. Что тут греха таить? Я помню, как мы зареклись делать программы про премьеры. Ну да, самое интересное в Тортьюфе было то, что мы не знали ничего. У нас не было возможности переговорить заранее, заблаговременно с режиссером, и мы даже еще не смотря спектакль, приехали писать интервью. Было интересно, но тем не менее, выпуск получился хорошим, я считаю. Я воспринимаю нашу программу как произведение искусства. А любое произведение искусства должно в первую очередь приносить удовольствие тому, кто его создал. Когда ты видишь в расписании съемку игры в театр, что ты чувствуешь? Сначала нужно подумать, что меня ждет. В первую очередь смотрю, что мне нужно для этого взять по технике, потому что программа так довольно-таки сложная. Нужно посмотреть, какой образ собой оборудование, свет нужен, не нужен. Может быть, камеру еще одну взять. Позвонить, переспросить у Виолетты. Пытаюсь узнать, насколько это будет длительно, что вообще будет сниматься, какие у нас планы, так сказать, на съемочный день, вечер, ночь. Но ты опять говоришь то, о чем ты думаешь в этот момент времени. А я спрашиваю, что ты чувствуешь. А, ты про чувства? Я про чувства. Про чувства. Чувство радости меня переполняет, да. Уйму радости, поскольку ты весь день отработал и понимаешь, что еще поработать, ну, наверное, это доставляет дополнительное удовольствие. Вот врешь ведь. Конечно, вру. А тебе приносит удовольствие то, что ты делаешь с нашей программой? Нет, не с нашей программой. А что я делаю с нашей программой? С нашими отснятыми материалами. Именно ты тот человек, который все это собирает в одну общую, да, так сказать, программу целостную. Тебе это доставляет удовольствие? Ну, есть многие моменты, от которых у меня откровенно дергается глаз. Тебе глаз дергается? Да. Пишем, что ли? Я запорол нам дуполь. Материал? Бесспорно. Блестящий, да. Но ты сел рядом со мной, я должен был вон там. Давай, что ли? Да ты издеваешься, что ли? Вы обещали мне жизнь, монсеньор, но вы солгали. Пять часов спустя. Когда я просила большего? Так, давайте звук проверим. Так, а надо его надеть сначала. Жизненный. Ты забыла текст. Да. Когда мне только приходят исходники, если спектакль какой-то интересный, если меня это трогает, мне сразу вы сказали, что это в жанре рок, я заинтересовалась, и я просмотрела, это же, надеюсь, не посмотрит руководство, я полдня отложила всю свою работу, я смотрела спектакль. Мне дико понравилось. Приезжая на спектакль, вы же не знаете, что будет дальше, правильно? Мы снимаем его первый раз. Но если ты до этого... Ты встаешь с камерой и начинаешь работать. Но чудесным образом ты ловишь именно те моменты, которые в итоге нам нужны. Я ловлю? Да. Вообще, я стараюсь работать все-таки интуитивно, потому что тут уже опыт как бы сказывается, да? Я вот на телевидении работаю 15 лет, и все как бы уже на рефлексах работаешь. То есть я понимаю, что сейчас, допустим, идет какая-то там сцена, где будет там сейчас в дальнейшем развитии событий, оно подразумевается там интонационно как-то, может быть, свет по-другому уже выставляют. Я понимаю, что здесь, допустим, можно укрупнить план. Бывает получается, бывает нет. Вот тут реально, когда снимали, допустим, обыкновенное чудо, одна камера стояла на общем плане, я стоял на крупных. Это когда вот это вот начался движ, этот безумный внизу, вот эти вот пестрые костюмы, вот эти вот перья, в волосах все бельтешит, кто-то бегает откуда-то, кто-то выбегает. Как-то нужно понять, кто в этом моменте главный персонаж, чтобы его поймать. Бывает, получалось. Бывало нет. Бывало, что промахивался. Но всегда есть волшебный общий план. Который спасает. Который спасает, да. Когда ведущий, вернее, журналист, ну, как ты и журналист, и ведущий, когда монтажер что-то схватил, то, что тебе, то есть то, что ты хотел донести, то, что ты увидел, какие-то, может, интересные моменты, думаешь, эх, вот это бы взяли. Когда ты эти моменты увидел там, то есть ты понял, что вот это максимально передаст настроение вот этого вообще произведения, ну, как ты это чувствуешь. И если ты это увидел, и все это сложилось, и это сыграло, то вот это, наверное, прям кайф бывает прям очень так. Стоишь, думаешь, ух, слушай, а классно. И вот на это хочется посмотреть, как оно получится потом. Как ты общаешься со сценаристами этой программы, с ведущими? Ну, у нас с ведущими очень доверительные отношения в том плане, что мне многие вещи, которые изначально там прописаны, они мне не нравятся, категорически не нравятся. Вообще никогда. Ну, бывает, что нравится, бывает, что не нравится. Вот. Но я об этом не говорю, потому что я понимаю, что если я сначала сделаю хорошо, а потом покажу, что это реально хорошо, им понравится, они скажут. Ну вот, да, примерно мы так же и хотели, только расписали чуть-чуть по-другому. Нет откровения сейчас. Вот. И, ну, иногда я так лукавлю. Андрей, у тебя же режиссерское образование. Причем у тебя конкретно режиссер театра. Режиссер театра. В процессе работы над программой помогает ли тебе твое режиссерское образование? Или, быть может, наоборот, мешает? Ты смотришь спектакль как режиссер, как специалист, или как зритель? Ну, смотрю я спектакль, на самом деле, все-таки больше как зритель, потому что именно им и являюсь, и субъективное, оно всегда все-таки первее, чем объективное. Поэтому я не могу его оценивать целиком, как дипломированный, так сказать, специалист. Я в первую очередь, я думаю, как зритель. И отталкиваюсь от этого, потому что мы же делаем для зрителей, в первую очередь. Во вторую, для тех, кто создавал, в третью, для нас самих. Я по образованию режиссер театрализованных представлений и праздников. Театр в моем образовании это как одно из направлений. Помогает тебе? Мое режиссерское образование? Ну, скорее, мне помогает мое видение, видение этого мира, видение спектаклей. Режиссерское образование мне помогает, наверное, в составлении концепции самой программы, в построении драматургии, ну и написание сценария. А если честно, тебя можно отнести к числу любителей театра? Да, театр люблю. Что тебе более всего интересно? То, что происходит за спектаклем. Какие-то репетиции, какие-то наработки, какая-то работа с режиссером. Как вот это вот рождается все у них. Интересно же. Мы никогда с тобой об этом не говорили. Ты не спрашивала. Когда я работаю, когда я уже в конце отсматриваю то, что получается, если у меня что-то такое вау, ёкает, то это да. Таким спектаклем была постановка «Иисус Христос, суперзвезда». Это учебный театр с ГИПа ставили. Это было здорово. Там еще... Александр Мальцев. Да, Мальцев. И вторая постановка, на которой мне посчастливилось еще и побывать, это, конечно же, Ви, тоже режиссера Александра Мальцева. Я стала его фанаткой. Были ли какие-то съемки, которые особенно запомнились? Неожиданно мне понравился Ви. Прямо здорово. И поражает разница человек на сцене и человек вне сцены. Настолько два разных человека. Как они это делают? Ну, вот мне запомнилась, например, постановка «Иисус Христос, суперзвезда». Прикольная игра актеров, да, там, при том, что это студенты, как бы, там, какого курса, я сейчас не вспомню уже. Финальный был, завершающий, четвертый. И мне понравилось, как они сыграли. Что больше ближе по духу? Снимать спектакль, интервью или игровые вставки? Да, ну, как бы все, все вот эти три этапа, они все интересные. Понимаешь, тут как бы в интервью ты можешь там играть со светом, то есть ты ставишь свет. Вот мы сейчас поставили здесь в общей сложности пять световых приборов стоит, просто нам интервью снять. Это не, можно просто поставить, там, грубо говоря, на камерный свет, не заморачиваться. Я вот люблю, например, работать со светом. Кто-то говорит, да ладно, что ты там паришься, поставил там один светильник, и все. Для меня вот это вот, мне это интересно работать. Мне интересно наблюдать за вами, как вы себя ведете. Вот. Иногда мне что-то нравится, иногда мне что-то не нравится, но в любом случае вы живые, вы как-то что-то, какие-то мысли доносите какие-то там, через какие-то ходы свои, да, всякие разные, разнообразные шуточки, там, не знаю, друг друга потруниваете. А что приятнее всего? Процесс. Причем процесс, когда мы игровые вставки снимаем. Потому что в этот момент я такой, весь такой актер, в то же время и режиссер. И получается, когда мы вот их снимаем, я ностальгирую немножко по временам, когда учился. Игровые вставки, ну, это по-своему интересно, потому что мы всегда там, ну, прикалываемся между собой, да, там, за кадром это остается у нас всегда, в основном. Это твой ответ, Андрей? Да, это мой ответ, вот такой вот он. Зачем он забирает мою карту? Вот так надо бежать, Андрей? Да. Пардон. Я совершенно забыла текст. Ну что, вернемся? Думаешь, надо? Воспользуюсь случаем, но не могу не спросить, как тебе работает с Андреем Фадеевым? По-разному мне работает с Андреем Фадеевым. Иногда хорошо, иногда очень хорошо, иногда бывают у нас моменты недопонимания, но, в принципе, за то время, что мы работаем вместе, мы уже как-то научились эти моменты решать, но в каком-то, в общем, к консенсусу мы все-таки приходили. Приходится идти на компромиссы и с собой, ну, и, конечно, с моей дорогой соведущей. В концепции нашей программы мне отводится роль такого эмоционального человека. Я человек сам по себе, гиперэмоциональный, да, и тогда мы смешно это прозвали паяц-весельчак. А моему соведущему, Андрею Фадееву, отвелась роль душного человека, постоянно цепляющегося за сценарий, за концепцию, в общем, действующего сухо по структуре. А я такое эмоциональное наполнение. В ходе нашей совместной работы с Андреем Фадеевым выяснилось, что душнила все-таки я. Потому что все-таки помимо того, что я очень эмоциональная, мне надо докопаться всегда до всего, до сути, до истины. И прийти к какому-то решению. Я хочу больше контроля. Это хорошо, так надо. А что я тут какая стерва? Всю программу. Все? Нет, не все. Мы профессионалы. Программа интересная, да, бывает, что просто даже приятно посмотреть на какой-то спектакль, там, да, в театр прийти. Но работа, она как бы все равно захватывает и все равно переключаешься в такой технический режим. А работа интересная, программа интересная. Есть только не по ночам. Это же, ну, часть нашей жизни. Вообще мы работаем, вот на телевизиончике, мы большую часть жизни проводим здесь, вот. Только вот там я должен сейчас вот там быть, да, и снимать. За кадром. Да, и это часть нашей жизни, то есть вот эта программа, это маленький кусочек нашей жизни, да, конечно, приятная часть жизни. Правильный ответ. Сейчас эта программа стала какой-то неотъемлемой частью твоей творческой жизни, твоей, ну, то есть, грубо говоря, работы, профессиональной. Да, конечно. Ну, я уже считаю, что, я говорю, мам, у меня есть своя программа. Она такая, ой, а как называется? Я говорю, ну, я же тебе каждый месяц говорю, каждый месяц на них ругаюсь, что там со звуком, что-то не то, игровые вставки большие ты должна была запомнить. Нет, на самом деле, ну, это уже часть, часть меня, наверное, и это так здорово, знать, что у тебя в этом месяце точно есть какая-то работа, которая принесет тебе удовольствие, потому что помимо официальных штук, есть отдушина. Это замечательно. Эта программа, она соединила два мира, наверное, да, мир телевидения и мир театра. И это вот такой симбиоз получился чего-то такого, мне кажется, довольно вкусный получился симбиоз. Программа не самая простая на самом деле, и может быть, даже к сожалению, но в последнее время мало получается на нее ездить, потому что очень много других съемок. У нас много проектов тоже сложных, интересных, и это не считая того, что мы ездим просто на новости работаем. Ну, какую-то часть в сердце, в душе, она в любом случае занимает, потому что проект интересный. Потому что я люблю театры, я люблю эту жизнь театральную саму, мне нравится смотреть спектакли, разбирать их, общаться с артистами, и я хочу, чтобы как можно больше людей полюбили театры так же, как люблю их я. Любимый выпуск «Вдовы» форма Т? Самар Толивер Твист. Самый трудный выпуск «Тортьюф» драмтеатр, потому что самый первый, и мы вообще не понимали, что мы делаем по итогу. Если из последнего, из самого свежего, для меня сложным выпуском стал эмоционально сложным, не в плане технических каких-то моментов, ресурсов, а для меня сложным выпуском стал драмтеатр «Катапульта». Маугли Самарт. Это самый легкий для меня выпуск. Я к нему настроился, я был к нему готов, я очень хотел его сделать и пообщаться именно вот с этим замечательным дуэтом режиссеров, с которым в итоге пообщался не я. Так бывает. Самый легкий выпуск это, наверное, «Вдовы» форма Т. Самый легкий выпуск. Его как-то вот прям вот «ЖИХ!» И готово. И хорошо. И зашло. И запомнилось. Бывают выпуски, в которых я сомневаюсь. Такое бывает. Правда. Бывают выпуски, от которых я получаю неимоверное удовольствие, даже сама просматривая итог, и думаю, да, вот сейчас, вот сейчас должно получиться, вот сейчас должно зацепить и стрельнуть. И я в это верю, надеюсь и жду. Я вот так вот пытаюсь с помощью монтажа передать то, что, как мне кажется, хотел сказать творческий коллектив. Вот что я делаю. Может быть, это и неправильно, но если я буду просто делать хорошо, просто делать красиво, в этом же не будет никакого смысла. смысл есть тогда, когда человек что-то в это вкладывает, но мне так кажется. Я вкладывать могу только свои мысли и чувства. Когда мы приходим в театры, видим закулись, общаемся с работниками театра, и начинаешь скучать, и думаешь, может, брось все, пойти куда-нибудь действительно в театр устроиться, свой создать, не знаю. Как ты этим всем проникаешься, а потом понимаешь, что каждый, ну, наверное, на своем месте находится, да, окей, хорошо. Вот. Ну и, соответственно, вкладываю я в это, ну, наверное, тоже, да, хочу, чтобы вот этой самой пылью театральной такой, чтобы ей и зритель наш тоже пропитался пуднями кулисами. Конечный итог это все собрать в единое целое. Это монтаж. Как происходит этот процесс? Что нужно сделать для того, чтобы убрать лишнее, выцепить единое целое? Как он построен? Ну, вот это вот собирание сценария для монтажа, это вот для меня это самый сложный процесс всегда на самом деле. Потому что очень много есть такого, и когда разговариваешь с участниками, с людьми, очень много за что ухо цепляется и кажется, что вот это было здорово, это обязательно нужно поставить и взять. А потом смотришь на то, что получается и такой, а это никуда не подходит. Это не получается просто банально ни с чем связать. И приходится скрипя из сердца что-то вырезать или придумывать какие-то подводки специально, что-то где-то с чем-то вот так вот это все собирать. Иногда получается, иногда нет. Ну, приходится идти на компромиссы. И с собой, ну, и, конечно, с моей дорогой соведущей. вот еще почему это один из самых сложных процессов на самом деле для меня в создании программы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok